Дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает, и в этом видео я покажу тебе целых два бага на получение машины на Блэк Раше. То есть покажу два способа обхода общепринятого пути получения абсолютно любой тачки. Двух багов на Блэк Раше в одном видео еще никто не показывал, даже я себе ранее этого не позволял. Так что за уникальность с разбегу по кнопке подписки, колокольчика и лайка влетаем, ну и про написание комментариев не забываем, ведь я все читаю и многое лайкаю. Ладно, хватит болтать, поехали контент клепать. Играю я только на Блэк Раше Черри, так что если хочешь играть вместе со мной, то скачивай лаунчер по ссылке в описании. Заходи на Черри сервер, при регистрации вводи мой ник Крейт Гейминг, а как достигнешь второго уровня прописывай промокод хэштег Крейт, чтобы получить крутые бонусы для развития. Хотя зачем тебе бонусы, если совсем скоро ты получишь новую тачелу, понятия не имею, но я точно знаю, что халявы много не бывает. Итак, для осуществления первого бага нам нужен автосалон, неважно какой, я лично выбрал высокого класса. Далее нужно выбрать модель желаемой тачки, цвет колес и корпуса по вкусу. Я взял черную ламбу Авинтадор, после чего нужно пойти в тест-драйв на этой тачке за 15 тысяч рублей. Если у тебя в кармане нет лишних 15 тысяч, то ты можешь писать мой промокод хэштег Крейт и осуществить этот баг бесплатно. Теперь, когда мы находимся на карте тест-драйва данной ламбы, нужно выбраться за рамки тестовой трассы. Это можно сделать даже легче, чем раньше. Просто проехать насквозь любую из комнат автомобиля обслуживания. И как бы все, мы за рамками тест-драйва и можем ехать к нашим браткам и красоваться тачкой до тех пор, пока мы с нее не выйдем. Но, к сожалению, для каждого тест-драйва создается отдельная карта, на которой только ты, а весь нам привычный бурлящий от игроков сервер здесь пуст. Но есть способ на этой ламбе очутиться на главной карте, то есть в реальном мире, где играют все остальные игроки. И для того, чтобы попасть в реальный мир, важно найти хорошее место, в поиске которого я, собственно, и отправляюсь. Ага, ясно. Разработчики ограничили зону тест-драйва. Теперь, когда ты выезжаешь за грань, тебя выкидывают в автосалон. Скорее всего, разработчики просто посмотрели мой прошлый ролик про этот баг на машину. Ну да, его же половина комьюнити видела. Ладно, что ж, в принципе, можно попробовать не на том коронном месте, на которое я хотел поехать. Главное, все остальное сделать правильно. Короче, рассказываю. На второй раз решил взять розовую теслу, почему бы нет действительно. Также выезжаем из тестовой трассы и подъезжаем к дереву. Так, чтобы казалось, что мы застряли в дереве и не можем выехать самостоятельно. Потому что это часто случается на Блэк Раше. И затем обращаемся в репорт к админам и просим о помощи Беспалева. То есть, я прошу, чтобы мне помогли выбраться как бы из дерева. Потому что я в нем застрял. Мне должны помочь телепортом. Но телепортировать меня уже смогут только в реальный мир. Если меня будут вообще телепортировать и помогать мне. Соответственно, админ подумает, что он нам помог и вытащил нас с дерева. А мы окажемся в реальном мире. О, наконец-то кто-то взял репорт. Что же он будет делать, интересно. Поверит или нет? Нет, он, наверное, ничего не будет делать. Просто набивает стату, чел. Ну да. Как бы ответил на репорт, но нифига не помог, даже не телепортировался. Тогда пишу еще одну жалобу или просьбу помочь. Короче, то же самое второй раз. Потому что первый раз проигнорили. Жду около минуты уже. О, о, рассмотрели жалобу. Итак, что он будет делать? Опять же. Он думает, наверное, что-то. Потому что, ну, ноль действий. А, вот. Он меня телепортировал к себе, а не меня с тачкой. Печальненько. Меня опять выкинуло в автосалон, потому что я как бы вышел из машины. Но по факту он должен был меня телепортировать на машине. А он меня телепортировал из машины. Блин. Или админ тупанул, или он рассекретил меня. В общем, ты видишь, что выбраться в реальный мир вполне реально с тачкой из тест-драйва. Тут уже от админа зависит. Я, конечно, бы мог записать третью, четвертую, пятую попытку. До тех пор, пока не получится. Чтобы на видос красиво типа багнуть. И показать, что типа 100% рабочий баг. И никогда у вас не будет осечки. Но я с тобой, как всегда, честен. И показываю тебе не постанову, а как оно на самом деле реально есть. Так что да, правда, тачку из тест-драйва можно перенести на реальную карту. И красоваться этой тачкой перед своими братками. Но могут быть фейлы, даже если ты сделаешь все правильно. Так что, пользоваться или нет, сам решай. Следующий баг будет конкретно для системы. То есть, система будет, мягко говоря, в афиге от того, как ты можешь получить машину бесплатно. И за это тебе никакой кары со стороны админов не последует. Сейчас буду все потихонечку рассказывать. Так что, слушай внимательно. Я сейчас бегу к своему любимому черному Мэрину. Чтобы на наглядном примере пояснить суть бага. Ты можешь поинтересоваться, что же он забыл на Рублевке. А ответ последует очень простой. Раньше я жил в одном из домов на Рублевке. И выращивал в подвале замечательнейший чай. Если ты понимаешь, о чем я. Но оплатить за аренду я забыл. И мне вернулось 70% от госстоимости дома. Домик мой слетел. А место парковки Мэрина так и осталось во дворе дома. Кстати, те, кто интересовался моим топовым лариком. То знайте, что он тоже слетел. Так же, как и дом на Рублевке. И словить его на аукционе я обратно уже не смог. По примерным подсчетам я за вчера потратил. Ну, точнее потерял. Где-то 15-20 миллионов вертов. Но ударом в сердце было осознание того, что я больше не могу делать мой любимейший чай. Только начал себя чувствовать как Пабло Эскобара. И тут на тебе. Хнык, хнык. Ой, что-то мы отошли от темы. Ну, так вот. Спавню я Мэрин и выезжаю со двора. Путь будем держать к спавну в Арзамасе. Там просто много игроков. И будет легче показать баг. Итак, я практически уже на месте. Все. Остановились и ждем пока к нам кто-нибудь подойдет. Ага. Спустя где-то одну минуту подошла какая-то Мартина Злобина. А, нет. Марта Злобина. Первое мое удивление, что подошла девушка. Так как на Блэк Раше очень мало играет девчонок. А второе удивление, это то, что она меня узнала. То есть, или подписчица, или просто зрительница. А, так ты Марта Злобина еще и новичок на Блэк Раше получается. Ну все, оформляем, оформляем. Я вот просто рассуждаю насчет того, какова вероятность, что я встречу подписчицу, новичка на Блэк Раше. Я вам скажу, вероятность крайне мала. Так, она спрашивает, куда мы едем. Но пока я ей ничего не буду отвечать. Просто гоним в авторынок. Заезжаем на авторынок и отъезжаю я в отдаленное место от центра рынка, чтобы не лагало и сообщения от перекупов особо не мешали. И как бы продаем этот замечательный Мерс, да только номера которого стоят больше 100 тысяч за 3000 в общем. 3000 вертов это самая минимальная цена. Дешевле продать ей машину просто нельзя. И система увидит, что я передал имущество методом сверх низкой цены продажи. Такая продажа не запрещена, но перечит всем законам РП игры. Короче, все. Дарю Мерин практически за 0 рублей. Аааа, Марта же новичок, у нее даже нет 3000 вертов. Охренеть. Ясно. Ну, значит перекину ей сейчас, ну, тысяч пять, так, три на тачку и две еще на карманные расходы. И все, тот самый момент передачи имущества за 0 рублей фактически. Ну что, продаем. Все, Мерин улетел в ее владение и система офигела от того, как это произошло. Если бы я тот же ларек продал таким способом, то были уже ко мне вопросы от админов. В нашем же случае это просто машина. Я почему-то уверен, что Марта Злобина по неопытности продаст эту машину очень скоро в гос, даже не снимая номера с тачки. То есть крайне неграмотно распорядиться данным ей шансом подняться. Но это уже совсем другая история. Главное, что я показал на наглядном примере себе, как можно получить тачку за 0 рублей и система будет в шоке от этого. У меня еще есть одна-две машины, которые я скорее всего или на видос, или без видоса кому-то подарю из моих преданных подписчиков. А для вас, как всегда, старался крейт еще услышимся, ребятки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok